Такого Полесья мы не видели давно, наверное, лет 12. Сегодня команда показала классный результат и сделала хороший подарок житомирянам. Скажите, все ли удалось из того, что задумывали перед игрой, и все ли задачи, которые вы ставили перед футболистами, они выполнили? Я тоже хочу всех поздравить с праздником, от команды и от себя лично. Понятное дело, что не все получается. Я хочу сказать, что мы только в начале, надеюсь, что длинного успешного пути команда, вы сами знаете, собиралась в течение двух недель. Понятно, что еще никакой сыгранности, взаимопонимания, это еще далеко, над этим мы работаем. Но самое главное, что все ребята, которые сейчас выходят на футбольное поле, те, которые остаются в замене, они единая цель. Хорошо работают, с огромным желанием. В этих компонентах никаких вопросов нет. То, что не получалось, какие-то тактические, технические моменты, это, естественно, это еще период работы, над этим мы будем работать. Самое главное, что, как мы и предполагали, сегодня будет много единоборств. Мы проанализировали игру соперника, ну и, можно так сказать, 70% футбола второй лиги строится на единоборствах. Кто выигрывает единоборство, тот и побеждает матч. Задача была не проигрывать единоборству возле своей штрафной, в центре поля. Я думаю, что нам это больше удавалось, чем соперник. Соперник молодая, амбициозная команда. Видно, что уже есть какие-то наигранные ситуации, взаимодействия. Вот мы к этому только идем. Опять же, повторюсь, мы еще в начале только этого пути. Хорошо, что ребята выложились от первой до последней, до 95-й минуты. Было огромное желание, огромное желание победить. В этом, я думаю, мы сегодня превошли соперника. И те моменты, которые мы создавали, я думаю, что красивые, хорошие мячы мы сегодня заберем. Делать перечень. Несмотря даже на счет, мне с моего кандидатарского места сверху было видно, даже при счете 3-0 вы довольно-таки в хорошей форме так подсказывали ребятам, что нужно делать. То есть все-таки будут ли делаться какие-то выводы даже на основе выигранных игр? И какие вы видите дальнейшие наработки по поводу тренеров? Что нужно усилить и где уже хорошо? Ну, конечно, я как тренер обязан просто держать игру под контролем до последней минуты. Не в зависимости от того, какой счет. 3-0, тем более, был пример, предыдущая игра наших соперников, когда счет из 3-0 превратился в 3-2 и в нервное окончание. Поэтому мы прекрасно все понимаем, анализируем. И еще раз говорю, что футбол такая вещь, в течение минуты может все перевернуться. Поэтому игру надо контролировать вне зависимости от того, какой счет. 3-0 мы выиграем, 1-0 или 5-0. Надо доигрывать до конца. То, что в тренировочном процессе, естественно, что будут небольшие изменения. Еще раз говорю, что мы на данный момент формировали команду, формировали взаимодействие. Задача была в эти последние 10-12 дней хотя бы привести к близкому состоянию физическому. Потому что было понятно, что все игроки находятся в разном состоянии. Как в физическом, так и в игровом тонусе. Кто-то имел больше игровой практики, кто-то давно ее не имел. У нас многие футболисты, которые по 6 и по 8 месяцев не имели хорошей игровой практики. Поэтому была задача, где-то больше мы на физическую форму работали. Немножко подгрузили футболистов. Сознательно даже пошли на то, что провели мини-сбор. Понимают, что сегодня будет, возможно, тяжело. Но на будущее это сыграть. Сейчас, да, мы уже сейчас войдем в игровой цикл раз в неделю. Я думаю, что с каждой тренировкой мы будем больше работать над тактическими нюансами, над взаимодействием, взаимопониманием. Ну, и надеюсь, что это будет давать нам, так сказать, возможности еще больше, еще лучше играть и приносить радость нашим болельщикам. Спасибо вам, Аксер.